Всем доброе утро! У нас воскресенье и я готовлю обед. На обед у меня тушёная капуста. Смотрите, значит, что здесь у меня есть. Колбаса варёная, лук жареный, морковка. Значит, я пожарила лук, пожарила морковку и колбасу варёную, тоже пожарила. Порезала капусту, положила туда, стакан воды, чайная ложка томатной пасты и чайная ложка соли. Всё. У меня это всё практически готово. Я добавила туда чесночную пудру. Мне почему-то захотелось её добавить. Сейчас покажу. Ну вот, это мелкая, но у меня ещё крупные такие пластинки были. Я пластинки побросала. И петрушку нарезала. В общем, любим эту капусту есть тушёную, именно вот, чтобы с колбаской была. И хочу посоветовать вам фильм. Называется он «Вспомни, что будет». Это сериал. Я его смотрю уже. 18 серия. Насколько я поняла, это только первый сезон. И, значит, получается там всего сколько? 22 или 23 серии. Ну, в общем, я рекомендую посмотреть этот сериал. В общем, этот фильм про то, как весь мир на 2 минуты 17 секунд потерял сознание. И в этот момент они увидели какие-то отрывки своего будущего. И всё это время идёт расследование. Но это очень интересно, потому что там затронуты какие-то жизненные истории. И про любовь, и про детей. В общем, я, знаете, смотрю и не могу оторваться. Серия за серией. Уже третий день я смотрю. Так что, если вам на карантине скучно, рекомендую посмотреть этот фильм. Показываем свежие картинки с нашего террариума. Посмотрите, здесь выросли грибы. Маленькие. Начинают расти там дальше. Такая мелкая травка. Вон там, видите, прорастает. В общем, мы хотели всё это выкинуть и положить туда сухие всякие сухоцветы, сухой мох. Но Руслан сказал, чтобы мы ничего не трогали. Это он. Это его хозяйство. Он за ним наблюдает. И вот видите, здесь мелкие всякие движения были, следы. Кто-то ползал. В общем, кто-то ночью, видимо, вылазит и ползает. Потому что днём мы этого не замечаем. А утром встаём и, видимо, кто-то там лазил. Значит, что у нас с розами? Мы срезали эти все штучки. Ну, вот эти основы, на которые они росли. Потому что, видите, они цвет потеряли. И они стали немножко вянуть. Мы решили их срезать и поставить воду. И понаблюдать, что будет. Две вербы я выкинула, потому что они сухие. А вот эти зелёненькие оставила. Пусть растут. Значит, по луку что? Но, как видно, он позеленел и уже немножко вырос. Корни, видите, тут совсем капелька в воде. И наш салат. Вот он. Смотрите, как уже пророс. Кто-то мне писал, что он будет невкусно пахнуть. Ну, в общем, посмотрим. В любом случае, это эксперимент. Наблюдаем. Хотим потом на балконе посадить ещё огурцы и помидоры, которые вьются. А мы сегодня жёлтые с Миленой. Знаете почему? Потому что весна. И мы хотели это сделать ещё 21 марта. Но, к сожалению, с этой эпидемией не было такого настроения. Но сегодня вот, наверное, мы будем в весеннем настроении, в общем. И мы сейчас будем делать такую, не знаю, поделку, открытку или что, я не знаю. На эту идею вдохновила меня крёстная Милена. Она с дочкой, с моей племянницей, как раз-таки тоже делали такую открытку. Я сейчас вам покажу. И только у них, получается, такие, знаете, материалы всякие яркие есть, разные. Потому что она человек творческий. У неё там целый комод всяких прекрасных. А у нас есть только бечёвка. Спагетти. Спагетти, да! И картон. Знаете, этот акварельная бумага, он более плотный такой. Поехали! Субтитры подогнал «Симон»! В общем, получилась вот такая, не знаю, не открытка, в общем, подвеска такая. В принципе, мы её сделали из того, что у нас было. Сейчас повесим. Я обувь всю помыла, постирала в машинке Миленины тапки и кроссовки. Вот там чёрная мазута у неё, это от велосипеда не отстиралось. В общем, и нам нужно что-то купить сюда, чтобы закрывать этот бамбук, наверное. И сюда что-то стелить. Но здесь крыши нет, поэтому надо такое что-то стелить, что может под водой находиться. Какой-то этот искусственную зелёную траву, то есть такой коврик делать. И сюда вот этот бамбук, потому что иначе, ну, знаете как, уже будет тепло. И напротив нас окна, и не очень бы хотелось, чтобы тут мы сидели и на нас все там таращились. Поэтому хорошо машинка постирала, мне нравится. А вот там ещё Миленины стоят, я это всё уберу. Мы всё-таки вышли на прогулку, мы находимся в лесу. Я спросила у Катажины, она знает про какой лес, я у неё спрашиваю. Я у неё спросила, можно ли в этот лес ходить. Она сказала, можно, нельзя только в эти... Паньство. Только я не понимаю, конечно, что это значит. Но я так поняла, что государственные, общественные, да, общественные, точно. Общественные. Ну, в общем, это как дикое. Людей тут нет. В основном здесь тропинка, куда люди там, например, могут на работу ходить, либо на велосипеде приезжать. То есть здесь нету места, где гулять можно. Поэтому она сказала мне, что вы можете выходить на улицу и можете пойти в этот лес. Но они поехали на этом. На машине тоже туда, в дикий лес. Но потому что я смотрю вот в окно. Кто-то тоже идёт, например, мама, и ребёнок катается на этом. На роликах. Или там папа с сыном на велосипеде. Поэтому я думаю, что... И тем более висело бы этим закрыто, что территорию нельзя проходить. Вон сидят, кстати. Отсюда не видно в куртках. В красной, в джинсовой сидят на траве, в кучке. Вот они, нарушители. А если делать всё с умом, то ничего страшного. Мы взяли велосипед, чтобы Милена покаталась. А то физической нагрузки у нас нету. Сидим только дома, дожрём. До фирмы смотрим. Поэтому сейчас она покатается маленько. И домой пойдём. Мы всё-таки раз уж сюда пришли, проверим, съели ли кабаны наш хлеб. Но Руслан сказал, что они точно съели. Конечно, уже столько времени прошло. Тут и собаки могли бы съесть уже. Не только кабаны. Но мы вот сюда высыпали с тобой. Прямо сюда. Ничего нету, ребята. Пусто. Всё съедено. Могли птички прийти поклевать. Могли кабаны. Могли собаки поесть. То есть как бы... Вон тут, потому что собаки... Вон собака бегает. С собаками все гуляют, поэтому... В общем, кто-то сожрал хлеб. Ой! Ой, господи. Кто-то сожрал хлеб, да, этот... Да кекс шоколадный, в общем. Поняли, о чём я. Мы как раз... А! Что ты так пугаешь? Зашуршал. Руслан испугал, зашуршал этими листьями. Я смотрю, его нету. Я смотрю, его нету здесь. И такой... Шшшш! Листья, знаете, я думала, бежит или собака, или что-то Руслан на велосипеде гонит. Испугал нас. Ребята, понюхали мы этот салат. Я к смерди. Жутко пахнет. Ужас. А листья салата тоже так будут пахнуть? Или это он сейчас так повоняет, пока прорастает? Скажите мне, пожалуйста. Он его понюхал, сказал, я такой салат есть не буду. Всё, ребята, прощаюсь с вами до завтра. И пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова